Вслед за передним бампером для Renault Duster мы начали производство задних бамперов на этот автомобиль. Бамперы выпускаются в двух вариантах исполнения с калиткой для запасного колеса и без калитки для запасного колеса. Бампер выполнен по традиционной для нас технологии, максимально прочно, крепко, то есть это действительно нормальный честный силовой бампер с мощными креплениями к лонжеронам, крепкими буксирными проушинами, с местами для подъема машины хайджеком. Бампер выдерживает все нагрузки, которые должен выдерживать силовой бампер, несмотря на то, что это довольно изящное вроде бы с виду изделие. Бампер крепкий, прочный и все функции защиты он выполняет. Конструкция бампера идентична конструкции бамперов RIF такого же типа для УАЗ Патриот, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Land Cruiser Prado, то есть все те же самые технические конструкторские решения, которые были приняты в тех бамперах, используются и здесь. При этом крепеж, естественно, к лонжеронам разработан свой и он очень прочный. При установке калитки для запасного колеса бампер комплектуется, соответственно, подсветкой площадки под номерной знак и подсветкой. Площадка идет в сборе с подсветкой номерного знака, поскольку калитка закрывает задний номер, номер перевешивается на калитку и имеет свою подсветку. Что нужно отметить? Задний бампер с калиткой все-таки дает достаточно ощутимую нагрузку для автомобиля, поскольку запаска смещается сильно назад и за счет рычага добавляет загрузки задней оси. Поэтому есть смысл, конечно, ставить усиленные задние пружины. В случае, если бампер обычный, без задней калитки, дополнительного усиления подвески именно из-за бампера не требуется. Если такие задачи есть у владельца машины, как таковые в принципе, это понятно. Но сам по себе бампер без калитки может использоваться и со штатной подвеской. Бампер с калиткой лучше, конечно, подвеску ставить усиленную, хотя мы сейчас мерили только что проседание автомобиля после установки бампера составило 10 миллиметров. Это не какая-то критичная величина, оденется, когда еще встанет на свое место запаска. Ну, может быть, еще там миллиметров 5 будет. В любом случае какая-то загрузка есть. Если машина будет нагружаться для каких-то там, для дальних поездок или перевозки грузов, это, конечно, критично. Если нет, то тоже можно особо не заморачиваться. Бампер с калиткой будет весьма актуален тем людям, кто ставит на машину газобаллонное оборудование, ездит на газе и использует баллон, который ставится в нишу запасного колеса штатного, как это сделано на данной машине. То есть баллон стоит на месте запаски, соответственно запаску класть некуда, если ее просто класть в багажник, но места в багажнике уже крайне мало. Калитка данный вопрос решает. То есть можно ездить и с газовым баллоном, который стоит на месте запаски, и с полноценным запасным колесом. Актуально при дальних поездках по нашим дорогам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова